Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Девочки, я без макияжа, заранее извиняюсь, но вся моя простуда перешла мне на глаза, и поэтому я их на постоянной основе сейчас закапываю, чтобы все это побыстрее прошло. Поэтому вот такой вот имею вид. Но ладно, ничего страшного. Я себя уже намного лучше чувствую. Я пока болела, монтировала видео, поэтому у меня получилось, что два дня подряд выпускала видео. Но я вообще всегда стараюсь почаще снимать, и надеюсь, что сейчас как раз-таки и будет такой момент, что я буду достаточно часто для вас снимать. Мне само это на самом деле очень-очень нравится. Вот, я сейчас буду готовить обед, потому что я тут достаточно плохо себя чувствовала, лежала, и, в общем, мои мужчины хозяйничали тут у меня. В общем, надо, надо, надо убираться потихонечку теперь. Вот. И буду варить обед сегодня, и сегодня еще в планах у меня разобрать белье, потому что я стирала, но у меня все равно прям целая куча там насобиралась. Хоть и мужчины мне мои помогали, но да. Но прежде чем начать готовить, я бы хотела вам также рассказать о доставке из магазина Перекресток. На самом деле, все вот эти доставки магазинов, это очень удобно, когда нужно что-то к празднику, или к праздничному столу, например, да, или в каких-то таких ситуациях, когда нет возможности выбежать в магазин. Заказать доставку из магазина Перекресток, это очень удобно, потому что вам доставят ее за 60 минут. У них очень большой ассортимент, более 35 тысяч наименований. Цены такие же, как и в офлайн-магазине, и цены, и акции точно такие же. И, конечно же, профессиональные сборщики, которые соберут вам самые лучшие продукты, которые вы заказали, и это очень удобно. Но я это рассказываю вам не просто так, потому что у меня есть предложение для вас на первый заказ от 1300 рублей. Вы по моему промокоду получите скидку в 250 рублей. Согласитесь, это очень приятно, с учетом того, что они достаточно быстро доставляют. Так что оставлю вам все скидки внизу под этим видео, и промокод со скидкой 250 рублей, и ссылку на скачивание приложения. Так что обязательно скачивайте, пользуйтесь промокодом, и готовьте вкусно для себя и для своих близких. Ну, а я пойду готовить обед, покажу вам, что получилось. Я тут наготовила обед, почему-то решила, что я выздоровела. Когда начала мы готовить, у меня, я не знаю, завтрак, обед и ужин, наверное, в одном флаконе. Когда начала готовить, чувствовала себя вообще отлично. Под конец готовки чувствую, что уже надо немножко полежать. Сварила суп-горох. У меня вот такой он, не сильно густой. Ложку уже убрала, не буду показывать, да? Ну, вы поняли, обычный суп-горох. Из фасоли сейчас вам скажу. У нас все еще спрашивают, почему у меня желтый бульон. Сейчас я покажу. Вот смесь бобовых у меня вот такая. Чуть-чуть осталось еще, наверное, разочек. Кастрюлька у меня здесь небольшая. Я добавляю все время куркуму практически везде, поэтому такой цвет бульона получается. Так, дальше борщ. Сварила это мужем. Дети у меня борщ не хотят, не любят. Поэтому это им суп-горох, а это мужем. Ну, я, наверное, немножко поеду, пока он свежий. Ну, вот такой. Дальше. Блины пожарила. Оставалось чуть-чуть молока, чтобы не испортилось. Вообще, вот это все я, чтобы не испортилось. Вы поняли, да? Значит, чтобы не испортилось, решила нажарить немножко блинчиков. У меня тут немного получилось. Также батон давно у нас лежит. Ну, он ни плесни, ни белый, ничего. Он хороший, просто уже такое, знаете. Ну, в общем, чтобы не испортился, сделала гренки. Я гренки делаю, ну, просто обжариваю на сковородке. Я их обмакиваю просто в сладкой воде. Ну, вода с сахаром, то есть без варенья. И, ну, как бы немножечко вмакаю в эту воду и на сковородку. И сырники. В сырнике тоже у меня было три пачки творога. Я их делаю большими вот такими. Потому что так любит у меня муж. И он не любит маленькие. И дети тоже любят вот такие большие сырники. У меня, кстати, не любят оладушки. Любят вот блины именно. Блины, сырники. Ну, что-то в этом духе. Так что, короче, что-то я это разошлась. Сейчас пойду немножко чаю выпью. И полежу. Даже есть самой не хочется уже. Вот. В общем, наготовила. У меня мужчины мои, пока я тут болела, хозяйничали. Вот. На кухне я решила, что... Ну, посмотреть, что есть в холодильнике. Нашла чуть молока. Творог. Батон. В общем, все это и решила приготовить. Ну, и сварить первое блюдо. Супчики вот такие. Потому что, в особенности, когда болеешь, супчики всегда хорошо. Вот. Так что, вот так я. Ну, и, конечно же, Касперюша. Куда без него. Тем более, вы просите. Вот такой вот он в лучах. Солнышко прям вообще. Весна. Что-то решил выйти. Там сзади Леофан за ним следит. Они, кстати, в последнее время часто вдвоем где-то находятся. Ну, а я тут села повесть яблочко. Вот. Я не могу ничего в доме. Вот. Просто полежать, поесть, попить. Все обязательно придут, посмотрят, что у меня. Вдруг там что-то действительно очень вкусное. Но яблочки у меня, кстати, ест только бона. Причем очень всегда аппетитно, хрустит ими. Ей они очень нравятся. Ну, иногда, кстати, не ест. У нее бывает то одно, то второе. В общем, видите, все оживились. Мама что-то взяла. Мама что-то ест. И всем тоже надо. Вот. Вот эти вот белые штучки, которые у меня валяются на полу. Это Джуси у меня разбирает игрушки. Вытаскивает из них наполнитель постоянно. Я их выбрасываю. Она все равно этим занимается. В общем, все как всегда. В общем, я тут в окружении. Можно сказать, за мной ухаживают. Мои хвостики не дают мне скучать. Не дают мне просто, так сказать, в одиночестве находиться. Поэтому делюсь, конечно же, с ними тоже яблочками. Обязательно. В обязательном порядке. Все должно быть поделено между всеми. В общем, мы продолжаем жевать яблоки, девочки. У вас также, у кого есть хвостатики, также невозможно просто что-то сесть. Я не знаю, я не могу даже чай попить, чтобы не поделиться с ними. Ну, и я начала здесь еще гладить. Смотрите, сколько белья у меня набралось. Девочки, я извиняюсь за свой вид. Но вот как есть, так есть. Решила немножко поснимать и ответить еще на один вопрос. Ну, как не вопрос, а часто на самом деле мне пишут о том, что мне не хватает лапочки дочки. Ну, да, не хватает. Муж мне обещал целых два раза, что у меня будет лапочка дочка. В итоге у меня два сына. И гарантий никаких нет. Да и как бы уже лично я на третьего ребенка точно не решусь. Девочки, для меня это уже... Ну, не знаю, я не скажу, конечно, что я старая. Но я как-то уже сто процентов не решусь на это. Вот. Поэтому буду ждать внучку. Надеюсь, что у меня будет хотя бы одна внучка. Хотя не факт. Вот. Вот, например, моя сестра, да, у нее второй муж и второй ребенок. И он тоже мальчик. Хотя она была уверена сто процентов, что у нее будет девочка. Как-то так. Поэтому, да, вот такая вот история. Глажу я, кстати, в последнее время опять стала гладить постельное белье. Не знаю, почему. Раньше я вообще не гладила. Сейчас стала гладить. Ну, я не то, что прямо там все складочки разглаживаю. Так, слегка, я бы сказала, глажу. Не знаю, зачем это делаю, девочки. Но вот стала такими вещами заниматься. В общем, я одновременно глажу и разбираю вон ту кучу огромного белья, которое у меня скопилось. Я все стирала, но все вот так вот складывала, сбрасывала сюда на диван. И теперь пришло время все это разобрать. Вообще я стараюсь сразу же разбирать. То есть сняла белье и сразу же разобрала. Но в этот раз что-то как-то вот так вот из-за плохого самочувствия, конечно, набралась тут целая гора. В общем, весь вечер я занималась тем, что разбирала это белье. Растрепанная такая, девочки. Простите меня. Болею. Но все же все равно хочется для вас снимать, а не просто лежать. Вообще надоело уже лежать. Поэтому хочется как-то бодриться. Вот поэтому решила бодриться таким образом, сделав все дела, попутно поснимав вам. Какая-то у меня и кофта грязная. Ну, в общем, футболка я имею в виду. В общем, девочки, извините. Вот бывает у меня такое. Вот так что работаем. Вот. И как раз все сейчас разберу. И мужчины мои разнесут по... Ну, я раскладываю на стопочке обычно белье. Да, там, по категории белья и для кого предназначается. А мужчины уже мои просто складывают в гардеробную. У меня детская гардеробная и наша с мужем гардеробная. Что-то я не могу себя показывать. В общем, кошмар. Ладно, девочки. Маникюр тоже переделал. Мне тоже не нравится. Так. Меня одна девушка спрашивала под видео... Под видео... Я не помню. По-моему, ВКонтакте вы мне писали. Но вопрос помню. Кто писал, не помню. Извините, пожалуйста. Как я ухаживаю за своим растениями? Кстати, да. Орхидеи. Это я недавно пересаживала. И они у меня только сейчас начали вот здесь вот появляться корни. То есть они, получается, у меня наполняют горшок. И о каком цветении может идти речь вообще, правильно? Ну, и если все-таки не зацветут... Вот тоже у меня одна девушка написала, что их нужно переставить там на подоконник. Дай сюда, влажность там. Ну, вот это все. Я все. Спасибо вам огромное. Если здесь не пойдет, не пойдет, то я их переставлю. Даже нашла уже местечко, куда переставлю. Так вот, меня спрашивали, как я ухаживаю за цветами. Девочки, если вам кто-то рассказывает, что он просто поливает водой из-под крана, и на этом все, и цветы вот такие красивые, шикарные... Ну, у меня не все шикарные, но есть. Есть шикарные цветочки у меня. Вот. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так вот, если вам кто-то такое говорит, не верьте. Я тоже подкармливаю. Во-первых, у меня есть аквариум. И когда я мою аквариум, вот эту воду из аквариума, я не выливаю в раковину, я поливаю этой водой цветы. И читала, что вообще вот эта вода из аквариума, она для цветов является как бы стимулятором. Но стимулятором не цветения, а роста. То есть она хороша для цветов, которые не цветут, а которые вот зелененькие просто, да. То есть она стимулирует рост. Но опять же, я лично считаю, я не знаю, возможно, я не права, что слишком часто стимулировать рост, наверное, не стоит. Правильно? Поэтому я не всегда этой водой. Иногда я ее выливаю, иногда поливаю цветы. Я могу этой водой даже пойти там на улице цветы, которые растут, полить. Ну, летом я имею в виду. Вот. И сейчас покажу подкормки, которые у меня есть. Я не подкармливаю цветы, начиная с где-то середины ноября по конец января, даже где-то начало февраля. Вот я, наверное, вторая неделя февраля, я все время начинаю подкармливать потихонечку-потихонечку. И лучше не докормить, чем перекормить. То есть я добавляю, допустим, если в воду, то меньше дозу, чем написано на упаковке. Люблю очень универсальные, так как у меня цветы разные. И для каждого цветка подобрать, каждому цветку вот эту мензурочку развести, это, конечно, ну, то еще удовольствие. Поэтому я люблю покупать какие-то универсальные удобрения. Но покупаю их и подкармливаю. И весь оставшийся год до ноября, где-то до середины ноября, я их подкармливаю. Просто я подкармливаю где-то примерно раз в три недели. Примерно. Ориентировочно. Да. Давайте покажу, что у меня есть из-под кормок. Так, вот смотрите, что у меня есть. Значит, вот эти у меня для орхидеи. Понятно, да? Вот такая. Тут уже капелюша. Капелюша осталась у меня. И вот такая. Я хочу для орхидеи купить просто янтарную кислоту. Ну, вот у меня вот такая. Тоник для листьев. Антистресс-актив. Вот. Вот такая вот у меня штука. Ну, для орхидеи это понятно. Вот для комнатных. Это я покупала для вот этого своего висящего кактуса. Ну, знаете, вот я вам честно скажу. Мне надо либо еще кактусы купить, либо что? Потому что вот это вот разводить на то, чтобы полить один цветок. Ну, это с ума сойдешь. Ну, с учетом того, что у меня цветов много, да? То, как бы... Короче, еще надо кактусы купить, правильно? Вот и все. Вот и вся проблема. Так. Вот такой вот у меня сейчас... Ну, вот видно, что я пользуюсь. Вот такой вот у меня сейчас серия здоровья. Покупаю я в основном их... Ну, можно на Вальберес заказать. Можно купить... Я в обе в основном покупаю. Но на Вальберес тоже заказываю. Вот такое вот сейчас средство. Немножко пополиваю таким, потом что-нибудь другое возьму. А вот это средство я купила на Вальберес. Если осталась ссылочка, я вам оставлю. Видите, регулятор роста, развития растений, природный антистрессор. Очень хорошо вот... Ну, вот, знаете, вы... Листву набирает. Вообще, ну, такой действительно стимулятор роста очень крутой. Его еще используют не только для комнатных растений, но и для садовых. Так что я реально рекомендую. Здесь достаточно просто пару капель. Сейчас я открою, вам покажу, как я сделала, чтобы было удобно. Вот видите, просто дырочку сделала и капаю. Но я заметила, по крайней мере на моих комнатных растениях, что лучше всего действует, когда добавляю вот в этот распылитель, на листья, не когда под корень, а именно на листья. Вообще, так как это стимулятор роста, то нужно под корень какое-то питание. Например, вот такое, да. То есть, а вот этим опрыскивать. Опять же, вот, например, средства разные, как я, да. Вот, допустим, полила вот этим, да. Развела, полила все растения вот этим вот. Вот этим. И где-то через неделю, может быть, через полторы, я на листике попшикаю вот этим. И все. И отлично. Они замечательно растут. И так далее. И вот такие вот мне еще. Это, кстати, у меня второй пакетик. Тоже вот это вот. Вот не люблю я вот это вот на 10 литров воды. Ну, супер, конечно, вот это отмерять. Я не люблю эту историю для комнатных цветов. Я больше вот так вот накапал капельки и все. То есть, например, да, здесь 10 миллилитров на полтора литра воды. Я добавлю, вот когда буду подкармливать, не 10 миллилитров, а, допустим, 6 или 7. Ну, как-то так. То есть, чуть меньше. Видите, написано, период применения с марта по ноябрь-февраль. И еще я обратила внимание, что чем разнообразнее я покупаю подкормки, то есть, вот, например, вот это у меня стоит. Я потом взяла, например, какой-нибудь вот таким спрейчиком, купила какой-то другой. Ну, то есть, не все время одним и тем же, а всегда разными я подкармливаю. И получаются разные составы. И получается, я так понимаю, что... Ну, я могу ошибаться. Я так понимаю, что получается такое совсем комплексное. То есть, все, что необходимо цветку, он получает тогда, когда я использую разные виды удобрений. Ну, все понятно, да? Ну, удобрять надо обязательно. Обязательно. Так, и от всяких насекомых, как я справляюсь. Вот. Вот такой у меня есть спрей. Ну, это фигня все. Я вам честно скажу. Ну, как-то вот он не работает. Не знаю. Я не заметила. Вот. Вот что работает. Зеленое мыло действительно работает. Но когда... Опять же, не от всех видов. У меня вот тут чуть-чуть осталось. Я им иногда и подобное покупаю. Я только развожу в огороде, что-то опрыскиваю и так далее. Но это когда вот только-только-только вы заметили какие-то вот вредители мелких, да? И вот на одном цветочке, и вот вы опрыскали несколько раз. Оно поможет. Когда совсем уже все плохо, только вот это помогает. Реально. Вот я для комнатных покупаю вот такие. Это химия. Это химия, конечно же. То есть это предназначено обычно вообще для уличных растений. Да? Вот такую искру я обычно, кстати, от уличных. Но реально убивает всех. Вот эта штука убивает всех, девочки. Просто всех. Так что советую. Ну, может быть, не именно этой фирмы, я имею в виду, да? Я просто купила, потому что есть распылитель, потому что мне лень разводить все время вот эту всю историю. А так 900 миллилитров мне хватает для комнатных. Мне хватает надолго, потому что у меня не так часто уже они заражаются. Так что вот такими вот вещами я пользуюсь. Каждый раз что-то подкупаю, прикупаю и так далее. И получается, вот растут растения. Не все у меня растут, как я вам уже показывала, но растут. И мне это очень нравится. Но насчет всяких натуральных подкормках, например, чай, кофе, там, я не знаю, настойки какие-то там делать, я как-то было дело, заморачивалась с этим. В итоге закончилось все тем, что у меня завелись в такие черные мелкие мошки, которые я потом... Ну, короче, я вот потом, пока весь дом вот этой штукой не облила, никуда не делись. Вот когда облила, тогда они пропали. Вот, поэтому я вот такой вот, ну, это считается как бы химия, хотя здесь написано органоминеральное, вот, но только вот такие вот, от таких химозных они у меня и растут цветы, а другого ничего не растут. Ну, с редителем так, у меня дверь здесь открыта все время, ну, я живу на даче, и у меня каждое лето кто-нибудь, да, появляется на листочках, я замечаю. То эти белый такой червец, то еще кто-то, особенно вот которые, растения, которые стоят ближе туда, к окну. Вот, поэтому бывает, что заводится, бывает, с магазина принесу зараженный, так что, ну, реально, только вот это средство мне помогает, только оно, вот эта искра. Ну, я все время покупаю вот этот Green Build, да, вот эту вот марку, просто потому, что она в разведенном виде, и, знаете, когда один цветок и вот этот вот пакет разводить, вот, например, вот такой вот, на один цветок, ну, это с ума сойдет, я вот не люблю такое, я ленивая, вот, ну, вот, в общем, покупаю вот такое вот, ну, или сами разводите, ну, вот искра, самое лучшее средство по мне, вот, так что вот так вот я ухаживаю, и еще раз говорю, не верьте тому, кто говорит, что он не подкармливает, у меня такая соседка была, она, ой, да я посажу вот так, знаете, девочки, воткну, а оно растет само, все само, прямо у нас, как будто у нас тут чернозем, у нас тут бедная земля, ну, неплодородная имеется в виду, и поэтому, ой, задела, поэтому говорить о том, что у нас палку воткнешь, она прорастет, ну, извините меня, у нас не кубань, чтоб такое у нас было, вот, и поэтому потом я заметила, застукала ее вечером, я когда очки свои одену, я все вижу, знаете, смотрю, она там перемешивает вот эти вот гранулки, и под цветочки подсыпывает, я думаю, ну, конечно, да, не подкармливаешь, все так говорят, вот, так что, девочки, не верьте, все подкармливают, и вы подкармливаете, и говорите, что вы не подкармливаете, у вас просто такая аура, что у вас цветы хорошо растут, вот, так что на этот вопрос ответила, в общем, на сегодня я уже буду, с девочкой с вами прощаться, такое у меня получилось видео, немного обо всем, как обычно, но надеюсь, что вам понравилось, вот, всех люблю, целую, до новых встреч!